Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Елена Нилаева. Смотрите выпуски. Победа на миллион! Студентка Котласского педагогического колледжа Анастасия Петрова победила во всероссийском конкурсе «Большая перемена» и стала обладательницей одного миллиона рублей. В ностальгии по стране Советов Котлас готовится отметить столетие СССР. Все приходящее искусство вечно. Гостя Котласа из Донецка хореограф Василина Синица о жизни под пулями преданности своему делу и мечте дончан об объединении. Победа на миллион! Студентка Котласского педагогического колледжа Анастасия Петрова стала победительницей всероссийского конкурса «Большая перемена» и получила главный приз – один миллион рублей. Сегодня Анастасия рассказала нам, как готовилась, соревновалась с сотнями других студентов и о том, какой он вкус победы. Слезы, дрожь в руках, выплеск адреналина – все это неподдельные эмоции, переполняющие Анастасию Петрову после оглашения итогов всероссийского конкурса «Большая перемена», когда на весь зал прозвучали заветные слова. Студентка Котласского педагогического колледжа, победитель и обладательница одного миллиона рублей. Когда меня объявили победителем, и это было, наверное, в числе последних ребят уже, я очень обрадовалась, эмоции вообще не могла сдержать. Я там отчасти и плакала, и кричала, все поздравляли. Я тут же позвонила маме, позвонила Елене Юрьевне, сказала, что я выиграла. Предложение поучаствовать в конкурсе от своего классного руководителя Анастасия приняла сразу. Вместе студент и наставник стали сообщать, готовить материалы для прохождения первого дистанционного этапа, куда заявились порядка двух миллионов участников. Выбор мой пал на Анастасию не случайно. Она является моей студенткой, я ее классный руководитель, поэтому я на протяжении всех четырех лет знала, что такой активный человек есть в моей группе, и нужно с этим что-то делать. Мы там, получается, записывали видеовизитку о себе, писали эссе на тему о том, какая же у тебя мечта, и потом решали командную гонку, то есть мы выбирали кейс задания и раскрывали проект вместе с Еленой Юрьевной. Мы писали про школу креативных индустрий, о том, как бы создать ее в нашем городе. Интересный факт. Друзья называют меня Хаски, потому что у меня гетерохромия, разный цвет глаз. По итогам дистанционного этапа Анастасия прошла дальше и поехала в Ярославль, в лагерь Сахареш. Там полуфиналистов разделили на команды, задачи, решения нестандартных вопросов. Общение с наставником только по телефону, а поэтому в основном надежда только на свои силы и способности. Ну и когда на этапе очном, у них, по-моему, какой-то есть момент, где можно позвонить наставнику, она звонила, я, естественно, бежала из столовой быстрее, чтобы спросить кого-нибудь, что-нибудь узнать, так как интернетом у них нельзя на площадке пользоваться, соответственно, приходилось пользоваться мне, либо задавать вопросы, как очень такого интересного характера, другим коллегам. Мы были уверены, что Настя у нас выйдет в финал. Мы очень надеялись на победу Анастасии. Надежды наши она оправдала. И сегодня мы гордимся. Ну и, наконец, финал, перед которым Настя за счет спонсоров конкурса отдохнула в солнечном Дагестане. С новыми силами девушка блестяще преодолела оставшиеся испытания, индивидуальные задания по теме наставничества, защита командных проектов, презентация собственного бизнес-плана на экологическую тему. Всего в финале «Большой перемены» приняли участие 600 студентов образовательных организаций среднего профессионального образования из 58 регионов России. Вообще, когда ты туда приезжаешь, ты видишь всех вот этих ребят, которые там есть. И они все активные, все такие же лидеры. И ты думаешь, и как дальше будет? Ну, даже до сих пор, наверное, сознание того, что я победитель, оно еще только приходит. Кроме Анастасии Петровой, миллион получила еще одна участница конкурса из Архангельской области. А студентка из Северодвинска – 200 тысяч рублей. И нам пообещали, что нам выдадут еще одно путешествие. Всего победителями стали 150 студентов выпускных и 150 невыпускных курсов. Выигранные деньги ребята могут потратить на образование, саморазвитие или запуск стартапа. Я бы хотела сказать большое спасибо Котласу, Котласскому педагогическому колледжу, своей наставнице Елене Юрьевне и своим родителям за то, что они всегда меня поддерживали, были рядом и смогли помочь мне пройти такой нелегкий путь. Котлас готовится отметить столетие СССР. Ностальгия по Советскому Союзу есть у многих, кто был его частью. Рос учился, участвовал в демонстрациях, носил пионерский галстук. Вековой юбилей Союза Советских Социалистических Республик вся страна отметит 30 декабря. В Котласе также ведется подготовка. На протяжении месяца будут работать выставки и проходить тематические мероприятия. Очередное заседание Координационного совета по празднованию столетия СССР. Дату будут отмечать по всей стране Котлас не исключение. Была такая страна – Союз Советских Социалистических Республик. Как сказал президент, распад Советского Союза явился самой крупнейшей геополитической трагедией 20 века. Отдать дань памяти, отметить эту круглую дату, столетие Советского Союза – это правильно. За действованы в тематических мероприятиях будут все учреждения культуры, школы, музеи. Работники последнего уже собирают экспонаты для выставки, которая будет называться «Серп и молот». Она начнет работать в Краеведческом музее с 20 декабря. Концерты, выставки, рассказы школьникам и студентам о том, что за страна такая Советский Союз. Все мероприятия будут проходить на территории Котласа в течение целого юбилейного месяца. Организаторы уверены, они придутся по душе горожанам, во многих из которых сильна ностальгия по огромной стране братских народов. Всяко жили. Во-первых, и с продуктами может какая-то проблема была, но где-то доставали, где-то покупали. Родители старались на Новый год. Вот, например, мандаринки на 46-й с Солючегорской ездили. Не знаю, мне так все устраивало. По крайней мере, сейчас тяжелее намного. Было много предприятий промышленных, было где работать. Я жила в Лименге. У нас там лесобаза была и Лименский завод строительный. Люди лучше были. А почему? Ну, как добрее и все, а сейчас какие-то люди жилые. Правда? Да. Мы были намного дружнее все. Вообще дружные. А сейчас все каждый сам по себе. Были тогда молодые, наверное, поэтому и хорошо было. Как-то не сидели по квартирам за интернетом, смартфоном. По стройкам бегали дети. Гуляли. Как показал опыт погружения в советскую эпоху, хоть и ненадолго, катлашане воспринимают с восторгом. Достаточно вспомнить ретро-улицу, организованную в городе на празднование его 105-летия. Вещи, еда, одежда все так и манило к себе ностальгирующих горожан. Вероятно, и мероприятие, приуроченное к юбилею СССР, также порадует наших земляков. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. А твой брат когда уже съедет? Квартиру выберет, купит и съедет. Куплю, если документы все чистые будут. Да я выбираю, выбираю. Это жи.ком. Для тех, кто навыбирался. Выставка продажа термобелья и белорусской обуви для всей семьи. Косточка на ноге, высокий подъем, нестандартный объем икры. Термобелье выполнено из натуральных и комбинированных материалов. Регулирует теплообмен, не стесняет движения и согревает при сильных морозах. С 21 по 26 ноября. Котлас. Мелентьева 9. ТЦ. Витязь. Это будет твой день. Оцени собственным взглядом роскошь и качество новой коллекции шуб из Пятигорска. Большая выставка «Обмен». С 23 по 25 ноября во Дворце культуры города Котлас. Без нужды живет, кто деньги бережет. Откройте двери выгодным покупкам. Приходите экономить в новый магазин 26 ноября в 9 часов утра. Маяковского, 46. Одно из самых распространенных и часто роковых нарушений по линии ГИБДД – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Плохо оно заканчивается и для нарушителей, и сдачей прав, и штрафом, и это в лучшем случае, и особенно для случайных жертв – пьяных ДТП. В Котласе-Коряжме и Котласском районе регулярно дежурят усиленные наряды дорожной полиции. Рейды зачастую заканчиваются составлением протоколов. С 17 по 20 ноября усиленные наряды ГИБДД проверяли водителей на трезвость. Акция трезвых водителей прошла на дорогах Котласа, Котласского района и Коряжмы, и, как всегда, такие рейды не обходятся без протоколов. В отношении пяти водителей возбуждены административные дела по статье 12.8 Кодекса административных правонарушений за управление транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Пять водителей отказались от прохождения медицинского свидетельствования. Однако это не освобождает их от ответственности и приравнивается к нахождению за рулем в нетрезвом виде. Один водитель задержан повторно за управление автомобилем в состоянии опьянения. В отношении его решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговор в отношении одного из пьяных лихачей вступил в силу на днях. Семь лет колонии получил 30-летний Котласанин, который в январе этого года сел за руль в состоянии опьянения и врезался в дорожную технику. Тогда в аварии погибла девушка. Ранее в 2018 году нарушитель уже привлекался к ответственности за пьяную езду. В эти дни в Котласе работает выставка продажи белорусской обуви. И это настоящее спасение для тех, кому сложно подобрать нужную пару. Полные ноги, деформация пальцев, отеки. Этим страдают немало людей. В таком случае требования к обуви особенные. Выставка продажи белорусской обуви уже успела полюбиться котлашанам. В город она приезжает не первый сезон и традиционно пользуется огромной популярностью. Выбрали вот ботиночки, взяли. Кожа хорошая, мягкая. Мягкая и хорошая подошва. Очень хорошая. Выше этих своих и теплые там. Зимняя коллекция белорусской обуви – это женские и мужские ботинки, полуботинки, сапоги. Из натуральной кожи на меху ягненка и мутона согреют в мороз и не промокнут от снега. Под горячим давлением кожа спаивается с подошвой, за счет чего не протекает и ноги сухо и комфортно. Модели на любой вкус и цвет. Размеры женские от 36 по 43, мужские с 40 по 49. Белорусская обувь – настоящее спасение для проблемных ног. Полные ноги, деформированные пальцы, болезненные косточки, отеки. В этом случае обувь должна быть особенная. Максимально мягкая, широкая, с регулировкой по полноте. Я думаю, что сюда идут, наверное, у кого проблемные ноги. Потому что, во-первых, видите, они закругленные. Для проблемных ног это самое такое. Удалось выбрать? Очень удалось. Очень прекрасная обувочка. Вот эта мне понравилась. Смотрите, мне протектор нравится этот. Хороший вариант. Выставка продажи белорусской обуви работает в Котласе с 21 по 26 ноября в торговом доме «Витязь». По адресу Мелентьева, 9. За покупками ждут с 9 до 18 часов. Все приходящее искусство вечно. Петь, танцевать, творить, возможность заниматься любимым делом не отнять у людей. Даже под обстрелами, даже среди разрушенных зданий искусство живет. Гостья Котласа, хореограф из города Донецка, Василина Синица, яркое тому подтверждение. Прямо сейчас интервью, в котором человек, видевший ужасное, говорит о прекрасном. О любви, единстве и силе творчества. Василина, вы специалист отдела хореографии, республиканского народного творчества и кино города Донецка. Если я назову вас хореографом, балетмейстером, я не ошибусь? Можно и так. Потому что специалисты уже туда входят все эти названия. И балетмейстер, и хореограф, и педагог, и учитель по ритмике. Я по образованию именно хореограф, народное творчество у меня, хореографическое искусство. То есть туда это все входит. Просто базируясь, скажем так, больше я в народной хореографии, в классической хореографии. Люблю работать с детьми и со взрослыми. Это моя аудитория. Ну, вы несколько дней работали у нас здесь, в Котласе, давали мастер-классы. И я знаю, что именно история вашего здесь появления, это очень интересная история. Да, все получилось благодаря форуму, где мы встретились случайно. Где было очень большое количество хореографов со всей Российской Федерации, и не только. И мы с Еленой Викторовной познакомились там. С Еленой Викторовной Чертковой, да, руководитель нашего знаменитого образцового коллектива «Ассорти». Как это было предложение, или это просто вот... Сыграла роль все футболка. Банальная просто футболка. Ее заинтересовало, что мне такую футболку подарили, оказывается, есть еще у кого-то. И вот благодаря футболке разговора, причем это было опять же после классического урока, мы разговаривались. Потом она узнала, откуда я, ей захотелось знать больше, что у нас происходит, как происходит. Она первооткликнулась и собрала вместе, благодаря ее родителей, да, коллектива, они собрали такую нам гуманитарную помощь, медикаменты. И вот она была одна из первых, которая вот сделала такой поступок. Посылка дошла, все получили, все отдали по адресату. И после этого она ей захотелось, видя опять же мою деятельность, пригласить вот к вам сюда, приехать с мастер-классами. Вот поработала вчера с руководителями, с хореографами с трех, я так понимаю, городов, поселков, да, ваших. И как вам наши северные люди, как вам Котлас? Я знаю, что вы побывали в некоторых местах. Очень понравилось. Настолько тут другой климат по сравнению с нашим климатом, да, очень холодно, морозно. А сразу меня поразило небо. Вот первые сутки мне поразило небо, потому что оно очень низкое. Оно такое темное, оно как-то давит, скажем так, такое какое-то загадочно-волшебное, такое притягивающее. Потом уже, когда появилось солнышко, оно уже похоже на наше, да, такое светлое, высокое. Но люди, люди настолько добрые, настолько все светлые, абсолютно все, дети, родители, администрация ваша. Вот так радушно меня все встречали, как будто они меня знают вот много-много лет. И мы вот общались вот так где-то там за чашечкой кофе, да. Вот так, действительно, вот это тепло, которое, оно мне сохранится на протяжении всего. Вот все по-другому, вот все по-другому, не так, как у всех. И это очень, даёт, знаете, силы, даёт полёт и желание вернуться и делать ещё. Вы человек искусства. Принято считать, что эти люди, они вот немножко отстранены от всего, да, они в своём внутреннем мире, в творчестве. Но то, что происходит у нас сейчас в стране, в мире, оно касается, ну, абсолютно всех, да. И ещё совсем недавно Донецкая Народная Республика, она была просто самопровозглашённой республикой. И вот уже буквально там пару месяцев, да, это субъект Российской Федерации. Чувствуется разница? Или пока не успели понять? Мы просто очень долго этого хотели. Абсолютно весь наш народ. Наверное, если бы я бы, вот скажу со своей точки зрения, если бы я не была готова, или я бы не хотела, меня бы там бы не было. Я с 2014 года всё время там. Я никуда не выезжала. И я приняла, и хотела, и хочу, чтобы мы были одним, единым, целым. И вот не может проходить стороной ни одного человека в творчестве ты, в культуре, неважно, где ты, эта сторона, мы все в обществе, мы должны быть едины. И раньше, наверное, до меня не доходили какие-то вещи, да, соборности, единства. Вот только пройдя через вот это всё, что происходит, ты понимаешь силу, силу духа, что такое единство, соборность, и мы должны быть вместе. И несмотря ни на что, просто каждый должен делать на своём поприще не то, что максимально, а мега максимально больше, и тогда будет всё просто прекрасно. Вы дончанка? Да. Соответственно, я так понимаю, вы как раз со своим городом, со своим народом, вы пережили всё, что выпало, да, на долю Донецка. Это же тот город, который изначально был в эпицентре русско-украинского конфликта. Это один из первых принял на себя удар. Это и разрушенная инфраструктура, да, и отток людей. Как сейчас живёт Донецк? Ну, пока, к сожалению, так же, в таких же условиях. Ждём скорейшей победы и скорейшего мира. Опасно. Работаем в основном дистанционно. Если выезжаем, то в тыловые города на консультативную помощь, на практическую, а так по мере необходимости передвигаемся по городу. Листая вашу страницу ВКонтакте, у вас фотографии из каких-то мастер-классов, да, у вас какие-то ваши поездки куда-то, вы ездите, принимаете где-то участие. Вдруг, да, я просто среди этого всего, картинка, да, лепесток, небольшая противопехотная мина нажимного действия. Вот это настолько вот так, что… Да, это настолько рядом. Это настолько рядом и близко. Если поначалу даже была какая-то вот агрессия присутствовала даже внутри меня, да, потом какое-то отчаяние, а потом ты понимаешь, что надо жить здесь и сейчас, ценить те малые вещи, которые мы раньше не ценили, не обращали даже на это внимания. А потом я поняла в один момент, что и так много печали, горести, и надо находить вот это самое лучшее, это какие-то огоньки, лучики света. И я просто переключилась полностью в работу и хотела показать своим, ну, друзьям, коллегам, что опять-таки, может, банально это звучит, но жизнь продолжается, несмотря ни на что, и будем черпать сначала с внутреннего своего состояния и вот раздавать эти ёлочки света всем, то есть чтобы люди не отчаивались. Ну, так же было всегда, да, в самые суровые годы, там, и военные годы, всегда работали театры, работали дома культуры. Я так понимаю, у вас там не стало это исключением. Как культура себя чувствовала, как работала и на что была направлена вот уже ряд, не один год? Главное это то, что всех это объединило, да, и как профессиональные коллективы, да, театры, я имею в виду, и у нас их достаточно много, как и самодеятельные коллективы, все, как говорили, для фронта. Мы поддерживали своих мобилизованных, давали концерты в госпиталях, театры ездили на освобожденную территорию, поддерживали также гражданское население, деток в первую очередь. То есть все, что могли, как делали раньше наши деды, да, и бабушки в тыловых городах, так это сейчас продолжается. То есть молодежь воспитываем в правильном направлении. Пока ничего не изменилось, обстрел Донецка продолжается, он может быть как утром, как ночью, это веерная такая вещь. Опять же, к сожалению. У нас в городе, вот даже в нашем небольшом городе, достаточно много ваших земляков. И, вы знаете, это в основном люди очень нужные. Это врачи, это творческие люди. Как давно начался отток и возвращаются ли обратно или пока нет? Вы знаете, какая-то часть вернулась. Некоторая даже не выезжала. Почему? Потому что держали кого-то работа, кого-то жилье, кого-то сила вера, что это вот-вот сейчас закончится, у кого-то просто пожилые родители. Кто-то попробовал себя где-то и понял, что все-таки где я родился, там изгодился. А кто-то нашел и начинал все с чистого листа. Пока, я думаю, еще не вернулась та часть, которая, наверное, еще бы вернулась. Все-таки дети это вывозят в безопасные места, в ожидании. Все в ожидании, все хотят поближе к своему дому. Это нормально. У вас были мысли оставить дом? Эта мысль была, подкрадывалась, потому что срабатывал какой-то инстинкт самосохранения. Это было действительно страшно. Дочь я свою успела отправить до всех событий, а муж и мама остались там. Но, видя на маму, которая пережила, она, скажем так, дети войны, 42-й год, поэтому, наверное, у нее учусь еще быть стойкой, терпеливой, сильной. А потом думаю, как же я брошу свои коллективы, своих руководителей. Если мы все едем, то а кто, если не мы? Поэтому вот эти качели иногда преобладают, но пока я здесь, у себя, и надеюсь, что так и будет. Ну и давайте вернемся к тому, с чего начинали. Это ваша деятельность в Котласе. Я знаю, что вы принимали участие в большом концерте. Даже это больше, чем концерт. Это целое мероприятие, охватившее несколько дней. Под символичным названием мост. Удалось? Да. Построить? Вы знаете, удалось. Вот даже, вот, дрожь по коже удалось. И даже не думала, что это так будет. Мощно. Вот это было мощно. Вот я за свои ощущения, это было два абсолютно разных концерта, с одним названием, но они абсолютно разные. Если в Котласе это была вот такая мощь, сила, трепетность, забота, то на другой день такое домашнее, такое-то родное. Такой формат в самодеятельном коллективах не было нигде. Мы были первые, с Еленой Викторовной. Когда приглашенный коллега, который может и научить, и посмотреть, да. Именно, именно концерт, упор был на концерт, но концерт это здорово, это прекрасно, это нужно. Мы надеемся, когда все закончится, будет обратная, обратная связь должна произойти, да, и потом уже это делать вживую, чтобы обмениваться коллективами. Ну, плюсы к этому и опять же делиться опытом. Я, например, увидела от ваших руководителей хореографов другое, да, они мне дали ту же подпитку и силу. А когда вчера мне писали в личных сообщениях, сколько они получили, и оказывается, можно было вот так сделать. Понимаете, моя же задача была вам не понравиться, чтобы вы взяли, пусть какие-то наработки, какие-то куски, комбинации, часть какой-то урока и применяли на своих детях, на своих коллективах, потому что дети везде одни и те же. И это было здорово. И когда мы уже вошли в кураж, нам, как всегда, не хватает времени этого, но хотелось еще, потому что после этого был круглый стол, и мы общались, и потом и отдельно с каждым руководителем, и со всеми, и вот хотели еще, 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 и поэтому ты понимаешь, что ты делаешь нужное дело. Ну, и я так понимаю, что возникли какие-то... Во-первых, давайте о том, что концерт-то был благотворительный, да, что вот удалось именно, вот хотя бы небольшую, но цель достичь. В конце вчерашнего концерта вынесли конверт, где были денежные средства, которые я передам этим трем коллективам, нашим донецким, которые принимали участие. И они уже, мы их поровну разделим, и они на свои нужные. Может, кому-то ткань купить, может, кому-то головной убор. То есть это именно благотворительный концерт был. И плюс, опять же, показать людям, которые будут это видеть в соцсетях, да, в ютубах, или это были вот живые ваши зрители, что мы, несмотря на расстояние, на границы, да, мы все одни, мы все целы, и вот творчество, оно объединяет. Ведь же мост, мы объединены силой творчества. И вот это главное. Ну, и я правильно поняла, что он-то вот остался, да, то есть договоренность есть, и дальше как-то вот уже запланировали, да? Конечно, конечно. Ждем теперь только скорейшей победы, и будем только развиваться. Я сказала, у нас уже будет не мост, а мостище, и потом будем прокладывать больше и больше. И мне кажется, сейчас многие возьмут эту стафету. Хорошо, я вас благодарю за то, что вы согласились пообщаться, спасибо за откровенность, и берегите себя, и обязательно приезжайте к нам снова. И вам спасибо большое за теплоту и заботу. Была очень рада знакомству. На сегодня это все. Смотрите новости нашего города на сайте kotlas24.ru и одноименной группе ВКонтакте. Далее ценные новости, прогноз погоды. Всего доброго. До завтра. В среду 23 ноября в Котласе будет пасмурная погода, осадки не ожидаются. Днем температура воздуха минус 8 градусов, ночью столбик термометра будет на отметке минус 14 градусов. Ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление выше нормы. Персональная выставка Елены Протасовой будет интересна и взрослым, и детям. Работы выполнены в технике масляной живописи и акварели по сырому. Картины наполнены романтизмом, спокойствием, тихой грустью. Каждая имеет свое настроение, притягивает, вызывает эмоции. Хочется рассматривать каждую деталь, созерцать и размышлять. Главное – не техника, а внутреннее содержание, состояние и энергия, которую излучает каждая картина. На выставке, на организованных экскурсиях каждый может попробовать себя в роли художника. Приглашаем вас посетить персональную выставку Елены Протасовой «Грани творчества». Котловский дворец культуры приглашает 26 ноября в 16 часов на танцевальный вечер для тех, кому за 50 – золотое поколение. На танцевальном вечере вы сможете приятно провести время, насладиться популярной музыкой прежних лет, завести новые знакомства. Вас ждут танцы, конкурсы, викторины, веселые розыгрыши. Живите, наслаждайтесь, радуйтесь, общайтесь. Справки по телефону 5-25-15 или 2-54-46. 10 декабря пройдет инклюзивный межрегиональный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Крылья души». Заявки анкеты на участие принимаются до 25 ноября. Их можно отправить на адрес электронной почты фестиваль.крылья.дефис.души.собака.яндекс.ру Справки по телефону 8-902-709-2007. Татьяна Александровна, соорганизатор фестиваля. Леменский дом культуры приглашает 27 ноября в 15 часов на праздничный концерт «Мамины сердце», посвященный Дню матери. В программе выступления коллективов Леменского дома культуры, хор русской песни «Россияночка», духовой оркестр, вокальная студия «Мармелад», хореографические коллективы «Форсаж» и «Легкий шаг». Клуб «В нашу гавань» заходили корабли, а также вокалисты школы «Искуссгамма», студии «Искуссгалактика» и другие. Телефон для справок 386-01. Приглашаем на концертную программу «Признание», посвященную Дню матери. 27 ноября в 17 часов творческие коллективы поселка Вычегодский города Котласа поздравят самых нежных, заботливых, а порой очень сильных мам и бабушек. Вас ждут зажигательные номера и трогательные выступления, которые станут замечательным поводом, чтобы еще раз сказать слова любви и признательности самому родному и близкому человеку. Справки по телефону 634-98 или 634-47. 27 ноября в 14 часов Дом культуры «Октябрь» приглашает на концертную программу «Главное слово в нашей судьбе», посвященную Дню матери. Как признание в любви в знак нашей глубокой благодарности всем мамам за все хорошее, светлое, доброе мы дарим наши концертные номера и сердечные поздравления. Справки по телефону 399-60 или 7-921-296-30-07. Котласский электромеханический завод приглашает на постоянную работу операторов станков с ЧПО, наладчиков станков и ЧПО, токарей, фрезеровщиков, станочников широкого профиля, резьба шлифовщиков, шлифовщиков. Наши гарантии трудоустройства в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Ежегодная индексация заработной платы. Иногородним оплата найма жилья, оплата проезда от места жительства к месту работы. Заработная плата от 35 тысяч рублей. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 2-84-44-400. Резюме присылать по адресу работособакакемс.ру